Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, и в руках у меня пока нет укулели. Потому что укулели в коробке, а это значит, что это очередной выпуск анбоксинга от Дарьи. Анбоксинга от Дарьи! И сегодня мы с вам будем распаковывать укулели фирмы Lava Music. Как утверждается сама эта компания, они просто сделали революцию в сфере акустических инструментов. Так ли это? Давайте узнавать. Ну и по традиции, мистер ножик, сейчас мы это все распаковываем и посмотрим комплектацию. Упаковано добротно, я бы даже сказала, очень добротно. А у меня не получится так открыть, потому что тут еще такие металлические скобы. Видите, все как дорого-богато. Это оказалось труднее, чем я думала. Готово. Коробка сама по себе прям довольно-таки большая, потому что это укулели тену. Та-дам! А, еще не тадам. Это все у нас упаковано вот в такой вот пластиковый кейс. Есть такая инструктажная штучка. Здесь у нас... Здесь у нас в комплекте идет медиатор. Такая упаковка, как у Эпла. Прям беленькая. Blue Ideal Peak. Типа идеальный медиатор. Причем давайте-ка посмотрим, что это за медиатор. Вау! Это такой вот брендированный медиатор. Причем он такой прорезиненный и не супер твердый. То есть он прям гнется. Сегодня, кстати, попробуем поиграть с этим медиатором. Что у нас тут дальше? То есть она английском. Но я не особо пока понимаю на английском, хотя уже хожу. Трэмэсится. И в комплекте идет вот такая вот брендированная салфетка, чтобы протирать укулельку. Но по факту она ничем не отличается от обычной салфетки для очков. Поэтому... Ну протирать неплохо. Погнали дальше. И, собственно, сама инструкция. Естественно, тут все написано, расписано, подсказано. Что как настраивают, что как включат. Но я думаю, мы разберемся по ходу. Скажу вам так, презентация-то добротная. Прям вообще хорошо. И сама укулеля. Сделано это вот в таком. То есть еще упаковка в упаковке. Это укулельная матрешка. Я так боюсь ее уронить. Прям не могу. Ну я что-то уронила. Это зарядка. Зарядное устройство. Причем USB и Type-C. То есть по сути я могу ее зарядить от ноутбука. Потому что у меня уже такой есть провод. То есть зарядка. Заряжать данную укулельку. Ну прям мешочек-то. Ой, это брод как. Вы уже видите? Я еще не видела ее. Смотрите какой кейс. Какой чехол. Твердый, жесткий. Причем он у них даже имеет отдельное название. Это Lava Space Case. Мне кажется, девиз у данной компании. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Сам кейс довольно-таки тяжелый. Даже тяжелее, чем сама укулеля. Так как это жесткий каркас. Здесь даже нет вот этих лямок. Для того, чтобы носить их на плече. Поэтому вам всегда придется его носить в руках. Ну как это выглядит? Вы только посмотрите. Вот это La Futurista. Так, давайте откроем. Вот сюда мы нажимаем. Та-дам! Причем давайте пару слов еще скажу про сам кейс. Он сделан довольно-таки плотно. Твердо, уверенно. И внутри есть какой-то материал. Как я почитала на досуге. Это противоударный материал. Ну согласитесь, выглядит прям очень кошерно. Причем тут написано Designed by Lava Music. Тест на нюхательство. Помните, я в самом начале сказала, для чего нужна эта штука? Это что-то поддержка или там какой-то кармашек? Я немножко потянула. Оказалось, это реальный карман, который вы можете положить сюда салфетку и медиатор. И поговорим про саму укулельку. Данная укулеле выглядит вот таким вот образом. Причем она как будто такая небольшая, маленькая. Хотя это укулеле-тенор. Давайте для сравнения я возьму свою основную укулеле-тенор, на которой пишу все разборы. И посмотрим, действительно ли она такая маленькая, или это всего обман, чтобы набрать лайки. Боксинг от Дарьи. Это моя укулеле-тенор, фирма Flight и сама Lava Music. В принципе, зрительно они одинаковые. Скорее всего, это обман за счет того, что огромная коробка была и такой огромный кейс-чехол у этой укулельки. И когда я ее достала, мне показалось, что она такая малютка. Нет, все нормально, зрительно они одинаковые. А теперь самое прикольное-то. В чем революция, Дарь? Почему ты так говоришь, что это вот прям настолько круто, что аж не могу поднять ногу? Как утверждает сам производитель, эта укулеле сделана на 100% из какого-то специального материала, углеволокно, аэрсоник. Для меня это пока ничего не говорит. В общем, это пластиковые укулеле, которые сделаны все из пластика, кроме самих струн и колков. И как раз благодаря этому материалу ей любые погодные условия нипочем. Хоть это будет адская жара или наоборот собачий холод, нашему инструменту это нипочем. А еще интересный факт в том, что этот корпус, его как бы выдавили из материала, а не соединили две части. Благодаря этому у нас с вами нет стыков соединения, просто потому что это цельная часть. По факту она выглядит очень футуристично. Ну то есть, посмотрите, как бы мы привыкли думать, что укулеле это что-то такое из дерева, какое камерное, акустическое, но вот это дизайн. Большую часть мы ставим именно на дизайн. Я сейчас, кстати, болтаю, ю-ху, у меня вибрация идет с этого резинаторного отверстия, здравствуйте. Это переосмысление, это что-то футуристичное, это что-то космическое, поэтому я сегодня даже, кстати, для этого андбоксинга отделалась так по-космически. И у этих укулелеек есть различные цвета, и это потрясающе. Они не пытаются косить под деревянные инструменты, с небытия казаться. И это пока у них удается. Боксинг от Дари. По самым тактильным ощущениям, это матовый материал. У него не будут оставаться следы, но я смотрела пару разборов на гитары от фирмы Lava, и у кого была черная расцветка, там, конечно, оставались следы. Но вот сейчас я ее щупаю, трогаю, и ничего, по сути, не остается. То есть вот эта шероховатая поверхность матовая мне прям симпатизирует. Что еще сразу бросается в глаза? То, что у нее нет каких-то ярких острых углов. Сама она по себе очень обтекаемая, очень круглая. И даже сама голова грифа, для меня она кажется немножечко такой, как будто как детская лопатка. Она довольно-таки странная, но я думаю, это просто нужно привыкнуть, потому что я-то привыкла видеть, что вот у нас голова грифа вот такая вот, с острыми углами, а то все обтекаемо. Раньше я также думала, что если инструмент у нас классический, акустический, значит он должен быть обязательно из дерева, должны быть какие-то каноны, устои, которые из поколения в поколение передавались. Но Lava заявляет обратно, что можно переосмыслить все ваши устои. И прийти к чему-то новому. Также хочу сразу отметить, у этих укулелек есть только два типа, концерт и тенор. Кто любитель сопранок, к сожалению, не в этот раз, ребят, не в этот раз. Но я думаю, это даже к лучшему, потому что тенор выглядит не таким массивным и объемом. А что было бы, если бы это была сопранка? Как по мне, я вообще сама любительница играть на концерте. Я сейчас на теноре, прям тенор ван лав, сердечко. Это даже лучше, что они сделали только концерт и тенор. Боксинг от Дари. Давайте-ка же мы ее сейчас настроим. Тут даже бирочка какая-то есть и QR-код. Я ее более-менее сейчас настроила. И пару нюансов, которые сейчас заметила. В том, что колки самые по себе выглядят очень маленькими. А я привыкла, чтобы они были прям такие массивные, чтобы хватит, и такой потянул. Тут же нужно немножко приноровиться. Ну а сам по себе колковый механизм очень плавно работает без рывков. По объему звука. Немного непривычно. Я прям чувствую вот это резонирование не где-то посередине, а вот где-то сбоку. Вот я не знаю, как вам это описать, но действительно, звук немного другой. Но если уж мы начали говорить про объем звука и звучания, давайте сразу поговорим про резонаторное отверстие. Мы с вами привыкли, что оно находится посередине. Вот такое вот, причем оно круглое, это для нас очень обязательно. А тут его нет, он где-то сбоку. И мы такие, блин, оно, наверное, будет звучать по-другому. Но яркого такого отличия я не заметила. Да, немного другой. И немного иначе. Возможно, это из-за материала, возможно, я просто привыкла к другому звучанию. Но это никак не влияет на звук. То, что оно у нас где-то с краю. Но хочу вас сразу немножечко убедить, что бывает и в обычном деревянном инструменте такое резонаторное отверстие сбоку. Так что это прям не сильно такое ноу-хау, капец, о чем у нас резонатор где-то с краю. Но они убили дух зайцев сразу тем, что в это резонаторное отверстие поместили эффект. То есть у нас тут есть всякие крутилочки. То есть это не только обычный акустический инструмент, но это еще и трансакустика. Если вы смотрели обзор у меня на мою укулельку Севнер, то вы понимаете, о чем я говорю. Там точно такая же штука была. Что такое трансакустика? Это мы можем включить, что-то там подкрутить. И она у нас будет звучать, как будто мы ее подключили к комбику. Но, однако, эту укулельку также можно и подключить к комбоусилителю. То есть она звучит как будто с подключением и без подключения, но подключить ее тоже возможно. Что еще могу сказать? Здесь нету маркеров вот этих вот ладовых, которые мы с вами привыкли видеть. То есть на пятом, седьмом, десятом, двенадцатых ладах. Но они есть с краю. Я не знаю, как для меня это страшно или нет, но я просто привыкла видеть вот эти точки. Чаще всего их, конечно, отмечают, но не здесь, не в этот раз, ребята. Поэтому, если вы ориентируетесь именно по этим точкам, вам придется смотреть сбоку их. У них есть такая интересная система. Система SOT. Для большего объема звука и противоударности внутри сама вот эта вот верхняя дека сделана в виде SOT. Я вот могу прям их пощупать. Ну, прикольненько, да? Алло, кто там? Кто там? Также прикол в том, что вот я сейчас ударяю, и оно звучит как барабан. Я слышу вот эту вот полость. Нам это даст хороший объем при игре. Я думаю, благодаря вот этой полости очень хорошо будет слышны перкуссионные эффекты по типу каких-то там глушений, постукиваний. Если посмотреть наглядно, очень качественно все сделано, то есть ничего не выпирает, никаких ненужных вещей не выступает, клея тоже не выступает. Ну, прям реально аккуратно, хорошо, добротненько сделано. По звуковым ощущениям ничего не дребезжит. Ну, если что, я эту штучку не убрала. Но внутри ничего не дребезжит, ничего не здесь выпирает, выступает. То есть, если вы заявляете, что вы очень крутые, то и будьте, пожалуйста, крутыми. Это всегда, это важное для меня правило. Одна из особенностей, здесь нет пятки. У нас гриф сразу же выходит. Давайте небольшое пояснение, что такое пятка грифа. Это вот эта вот штучка. Тут ее у нас нет. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, мне реально все равно. Плюс тут явно есть в чем. Если у нас нету пятки грифа, то я могу без труда дотянуться до вот этих вот ладов. Чего бы я не могла сделать, мне было бы точнее неудобно, если бы у меня была эта пятка грифа. Если бы она у меня была, мне пришлось бы где-то большой пальцы ставить в стороне, самой тянуться. Но это не настолько комфортно. Боксинг, отдари. Также для меня очень приятно, что здесь есть кнопка для ремня. Вторая. Обычно на всех укулельках. Вот представляете, сколько я уже играю, а сколько у меня есть укулелек. И ни у одной нет этой кнопки, дополнительно еще второй. Потому что мне всегда приходится, если я играю с ремнем, закреплять его где-то здесь или здесь. Это не совсем удобно. Я прям мечтала, что у меня появилась какая-то укулелька со второй кнопкой. Но прикол в том, что здесь нету первой кнопки, за что мне зацепит ремень. Проблема в том, что я здесь могу закрепить, а здесь нет. Как мне закреплять, я пока не понимаю. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. То есть по факту все мои ремни, которые у меня есть, простые, обычно универсальные, сюда не подойдут. И из-за этого момента у меня складывается такое некое впечатление, ощущение, когда я покупала 11 айфон в новой комплектации, а к нему не идет адаптер. И ты типа покупаешь такую вещь, и как бы одного элементика нет, и ты такой сидишь, блин, и что мне делать? Вот с этим ремнем у меня сейчас та же самая ситуация. Боксинг от Дари. И теперь давайте плавно перейдем к самим эффектам и звучанию укулеле. Начнем с того, что здесь не нужно вам будет покупать дополнительную крону, батарейку, чтобы ее заряжать, потому что вы можете ее зарядить от провода. В этом плане это намного удобнее, потому что вы можете купить крону, на ней долго-долго играть, потом бац, вы пошли на концерт, а крона села. А второе вы где найдете? Вот, благодаря тому, что тут есть проводок, то очень удобно, это экологично, не нужно вам дополнительно что-то покупать. Раз, подзарядили от ноутбука, и пожалуйста, let's go, играем дальше. Теперь по эффектам. Очень прикольно то, что здесь три кнопки наверху, и внутри тоже есть кнопочки. Сами по себе регулировки очень плавно двигаются, они немножко больше, то есть я их прям ощущаю. Проблема, например, у меня в Soundwave в том, что маленькие вот эти кнопочки, и мне иногда приходится, если я еще ногти отращу, прям пытаться их что-то как-то там повернуть. Здесь они более ощутимы. Внутренние кнопки тоже ощутимы, не промахнетесь, нажмете. Но у меня есть подсказочка, что как тут расположено. То есть внутри вы ее включаете, нажму, опа, сама наворотка всяких эффектиков по типу Horus и Delay. Ну то есть эти самые базовые эффекты. Light Indicator, а ну вот, индикатор, вы видите, что вас уже подключили. Сама регулировка громкости. Теперь давайте я вам что-нибудь поиграю на ней, и вы мне скажете, как она звучит. Обязательно пишите в комментариях, как лучше с эффектами или без. Боксинг, Адари. Музыка Помните, да, что я вам говорила про ладовые маркеры, что их тут не отмечено? Но по факту я сейчас ориентировалась по вот этим точкам, которые сбоку. И в принципе не настолько все и страшно, как я вам сейчас расписываю. То есть если вы боковым зрением смотрите на вот эти точки, вы не промажете, куда вам нужно сыграть. То есть сейчас намутила вам эффекты, и в совокупности с таким вот футуристическим космическим дизайном, эти эффекты дают прям полную картину. И думаешь, вау, как клево. Музыка 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 Так как это матовое укулеле, для меня пока непривычно вот это вот сцепление, потому что у меня палец, пока я перехожу отсюда вот сюда, немного тормозит. Чего обычно не происходит на лакированном грифе, потому что он сам по себе скользкий, и вы очень быстро скользите. Музыка Ну и также продолжаете матового инструмента. Я не знаю, слышно вам или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я слышу вот эту цепкость моей руки и инструмента. Необычный шарм, необычная СМР-очка вам. Музыка Прям очень хорошо и слышно. Я сейчас намутила эффекты, давайте без эффектов попробуем. Тоже более-менее слышно. Музыка И еще плюс эффекты, прям хороший такой барабанчик получается. Музыка 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 Прикольно. Мне прям очень нравится по звучанию. Да, сейчас я поиграла-наиграла и поняла, что она по себе сама немного глуховата. Есть такая вот небольшая пелена, я не знаю, как вам описать. Это играбельно, причем это очень хорошо играбельно. Он не настолько яркий, но вы можете добавить еще больше объема при помощи эффектов. То есть, смотрите, звук, он немного глуховатый, но объемный, прям такой бархатный. А если вы добавляете еще сюда какие-нибудь эффектики, тут намутили, покрутили, то он становится еще объемным. Сами эти колки мне почему-то очень напоминают ключики для орешков. Типа, найди 100 отличий. Пока я вам тут показываю тюркские наигрыши, заметила, что вот на накладке самой грифа остаются следы от пальцев, если вот вы ноготочком так проходите. Боксинга дарим. Боксинга дарим. Боксинга дарим. А еще я заметила здесь такую штуку, когда я выключаю вот этот процессор, происходит такой характерный пум. Вот, не знаю, вы слышали, именно не клацание кнопки, а вот само вот это выключение на пум. Давайте еще раз, смотрите. Еще тут удобно сделана такая штука, что выделена отдельная кнопка для эффектов, то есть здесь в одной кнопке все эффекты, а переключаются они внутри. Я могу нажать кнопочку эффекты, тут покрутить, повертеть и выбрать, которое мне нужно. Тут можно выбрать или дилей, или хорус. Вот, одновременно они не будут у вас работать, но в обычной практике я не особо часто пользуюсь дилеем. Ну, то есть это такое вот запаздывание. Больше, конечно, хорус. Ну, давайте поиграемся, сделаем чуть-чуть. Ну, прям реально космос-космос. Думаю, будет очень красиво звучать на переборах. Думаю, будет очень красиво звучать на переборах. Боксинг от Дарьи. Но еще открылась дополнительная функция этого резонторного отверстия, то, что за него можно взять укулельку. Типа, я не знаю, специально ли так сделали дизайнеры в лаве, но это, мне кажется, очень удобно. Только единственное, вы хватаетесь рукой за вот этот сам процессор, который мутит вам эффекты и громкость, можете также носить укулельку. Мой укулельный клатч. Кстати, здесь не особо типичная поставка для струн. Я не могу сказать, что это ноу-хау, такое существует, просто не так часто это ставят. Если вы не понимаете, что это такое, о чем я говорю, на канале у меня есть целый видос, как менять струны, какие подставки бывают и что это такое, вот посмотрите на досуге интересная информация. Что из этого еще могу выделить? То, что она выглядит оригинально. То есть, это действительно оригинальный дизайн. Если вы пойдете куда-то играть на укулельке, все поймут, что это что-то новое. Никто до этого такого особо и не видел. То есть, вы прям выделяетесь на фоне остальных. Какой же итог я могу вывести? Это очень самобытно. Вот серьезно, я сейчас на ней поиграла и понимаю, что это действительно что-то из будущего. Это что-то космическое. Это переосмысление того, что какие инструменты бывают, как бы не были сторонники, лучше деревянный инструмент или все-таки из пластика. Это очень интересно, это очень революционно. Кстати, напишите в комментариях, какой инструмент вам больше нравится, сделанный из дерева или из пластика. Пару лет назад я бы кричала спину рта о том, что инструменты должны быть только из дерева, если это акустичный инструмент. Но время идет, прогресс не стоит на месте и это действительно очень прикольно. Это прям мощно, свежо, фреш, джуиси. Но если вас заинтересовало, что это такое, я оставлю ссылочку на вот этих ребят из лавы. Пожалуйста, почекайте, посмотрите, посмотрите обзорчики других людей. Не забывайте ставить лайк, писать в комментариях, как вам вообще этот инструмент, действительно ли он настолько крут. Поэтому пишите ваш отзыв, я все обязательно прочту. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok